Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня будем с вами клеить ресницы Фоберлик. Вот клей. Итак, поехали. Мой наставник, директор уже сказал, что у нее не получилось, потому что клей не схватывался. Будем пробовать. Ресницы вообще клеятся двумя способами. Я ни разу в жизни этого не делала, но с материалом ознакомилась. Можно и на макияж, а можно сначала приклеить, а потом делать макияж. Мы с вами будем клеить на чистое лицо. Давайте выберем вот эти вот объемные. У нас с вами объемные и такие вот более натуральные. Они тоже объемные. Написано Natural Glam Volume. Натуральный объем. 79,65. Давайте вот такие пробовать. Интересно. Так, открываем с вами коробочку. И вот как они выглядят в ней. Можно их потом хранить. Мы должны с вами определиться сначала с размером и обрезать, если нам многовато. Вот они. Так, вытаскиваем ресничку. Они, кстати, тут как приклеены, слушайте. Они тут приклеены. Уже на клею. Так. Нужно ее немножко вот так погнуть, помять, чтобы она была не такой ровной и приняла форму глазу. Но она, в принципе, нормально. И так складывается здесь. Основа очень мягкая, не нужно гнуть. Так, теперь нам надо приложить. Сейчас сразу ножницы возьму и посмотреть по размеру. Топ-сто наденем повязочку. Так, взяла ножницы. Давайте прикладывать. Прикладывать и смотреть, как они там по длине. Чтобы они нигде не торчали. Слушайте, ну мне практически на мой глаз нормально. Вот сколько нужно обрезать. Немного. Просто классно, как они уже приклеились почти. Так, сейчас чуть-чуть обрежу, наверное, вот столько. И я думаю, обрезанную часть, вот, ее нужно наружу. То есть наружу, не около глаза. Потому что по краям здесь реснички короткие. Плохо режется. Так, кусочек отрезала. Глаза у всех разные, поэтому ресницы универсальные. Так, вот, да, у нас получается, где мы обрезали, они реснички там подлиннее. Потому что вначале они немножко покороче есть пучок. Так, еще раз прикладываем. Нам пинцет с вами нужен для прикладывания. И смотрим. Да, вот так нормально. Еще в эту сторону чуть-чуть смещу пинцетом. Так, теперь клей. Ой, вторую ресничку надо тоже обрезать. Клей продается отдельно. Артикул 5031. Сейчас посметим. Так. Вот он тюбик клея. Вот так выглядит. Теперь мы с вами ресничку обратно отклеиваем. Я взяла пинцет для удобства. Берем ее пинцетом. Открываем клей. Можно, кстати, навек еще клей нанести. Он у нас с вами запечатанный. Нам нужно его проколоть чем-то. Отрезать пришлось ножницами наконечник. Так, наносим с вами клей на полосу, которая примыкает к нашему веку. Он не такой густой такой. Его, кстати, неудобно совсем наносить. Он очень густой. Вот вылез кусок. Как его нанести, я не знаю. Я его скинула. Сейчас посмотрю дальше. То же самое. Он сухой, что ли? Я не могу понять. Он вообще не дается. Он очень густой. Я не могу понять, как его наносить, девчонки. Он кусками. Вообще. Он тупо наносится. Вот это клей. И он вот таким куском. Даже размазать его по реснице не получается. Он начинает крошиться. Вообще не понимаю. Вся ресница в клею, ну, в кусках. И толку ноль. Тоже он испортился. Я не сомневаюсь, что он таким должен быть. Клей или ресниц должен быть жидким. Опять кусок. Вот кусок вывалился. Не знаю, как его нанести. Намазать. Я нанесла. Вот даже на веку нанести на волос тогда попадет. Порошок. Ну, непонятно. В склее, что-то каждое намудрили. Потому что вся ресница по факту получается. Видите, какая? Вот в этом клее все. Иначе не получается. В чем я вот теперь тихнуть от клея? Тоже непонятно. Будет такая белая. Ну, даже почти минуту. Клей побыл на реснице. Давайте попробуем прилепить даже такую белую. Да. Она лепла сначала лучше, чем сейчас. Ух. Это я так загнула. И клее вообще жутко неудобно. Ой, эти уже не лепится ничего. Клей действительно полный отстой. Не знаю, прижать ее прям вот так подержать, она сейчас загнется. Не-а. Я не знаю, чем я умудрил склею. На таким кустым он быть не должен. Это однозначно. Я уже не знаю, как с ним потанцевать. И что с ним сделать, чтобы все получилось. Ничего не получится. Вы не увидите сегодня опыта. Еще у наношу его на ресницы. Это просто кусок. Вываливается все. Который окрашивает в белый цвет. Сами все ресницы. И все. Вот они все, все в клее. Если это можно так назвать. Ничего не клеится, девчонки. Ничего. Абсолютно. Кто уже пробовал или кто видел нормальный клей для ресниц? Напишите. Они не клеятся вообще. Я не знаю, что с ним делать. Может, мы неправильно клеиться применяем. И, наверное, нужно в воде разводить или еще как-то. Нанесите тонкий слой вдоль основы накладных ресниц. Какой тонкий слой? О чем вы? Если это куски. Подождите 30 секунд. И дождитесь, пока клея не станет липким. Приложите ресницы вплотную к основанию ресниц. Удерживайте до высыхания. При снятии используйте безмасленное средство для снятия макияжа. Мы все с вами делаем правильно. Они что-то намудрили. Либо неправильно хранили, он стал поэтому таким густым. Либо, короче, вообще это развод. Берите ресницы, девчонки. Они классные, мягкие, пушистые, здоровские. Но не берите клей. Клей будем искать где-то на маркетплейсах. На Вайлдберрис. Посмотрим по отзывам. Клей не будем потом клеить. Ну, никак. Вот как я уже только не держу, но никак. Но вы сами видели, куском. По-моему, приклеился. Блин, вместе с пальцем. Но видите, все равно не ровно. Как удается руками прилепить и подержать несколько минут. Тут стрелочку можно довести. И все. Нет, она вот отлетает все равно. Я, конечно, подержу сейчас еще, посмотрим. А чем дольше держишь, тем быстрее она отлетает. Знаю. Попытка номер 155. Видите, куском каким вылезает. Густым. Его очень тяжело выдавить. То есть, представляете, насколько он густой. Короче говоря, это даже не так, с губнами. Это гораздо хуже. Они мне приклеиваются. Клей не берите однозначно. Я так вот приложила, чтобы вы понимали, что они в себя представляют. Как они смотрятся на глазах, да? И все. Ресницы классные. Ресницы супер. Клей не берите нельзя. Поэтому это ужас ужасный. Вот этот вот комками. Хотя пальцы вот они липнут. То есть, хорошо липнут. Вот уже прошло время. Но как его наносить на ресницы, если он вот такими вот кусками вываливается? Я не представляю. Поэтому я буду покупать новый клей. Потом будем клеить с вами их заново. На этом все. Пишите о ваших экспериментах. Да, девчонки. Обратная связь ответила, что это брак. И можно возвращать как брак. Поэтому если вам пришел такой же клей, возвращайте. Лучше пока не заказывайте. Потому что у кого я слышала, у всех пришел сухой.